Здравствуйте, в эфире программа городские встречи. Сегодня у нас в гостях Алексей Меринов, психиатр, психотерапевт, профессор кафедры психиатрии. Поговорим мы о любви. Здравствуйте. Здравствуйте. Правильно ли, что именно о любви или бывают какие-то другие виды любви, которые мы принимаем за настоящую? Такое случается или существует все-таки именно настоящая любовь, от которой люди иногда радуются, другие страдают? Как это? Сегодня мы решили подить на столько сложный на самом деле вопрос. Дело в том, что где-то года три назад или четыре по всем СМИ прокатилась волна телепередач, касающихся такой темы, что любовь получила наконец-то в классификации психиатрической свою рубрику, что это диагноз, и человек влюбленный, ведущий себя как-то необычно, а это больной человек. Поэтому сегодня мы, наверное, как раз попробуем развести вот эти две вещи. Долгое время, как бы, занимаясь изучением этого вопроса, поскольку есть такая фантазия написать на эту книгу, на эту тему, да, и вот название мы, как бы, его уже анонсировали, да, вот, оно не совсем хорошее название получается. Вот любовь, похожая на стон, оно как раз, это рабочее название, но оно как раз, наверное, про любовную аддикцию. Ну и, наверное, мы сегодня говорим не совсем как бы про феномен глобальной любви, там, братскую, материнскую любовь, мы, наверное, сегодня больше будем говорить именно про любовь мужчине к женщине, да, то есть про то чувство, которое приводит к образованию счастливых пар и так далее. Я приведу простой параллель, и сразу станет ясно, о чём мы говорим. То есть, где болезненные любовные отношения, а где неболезненные. То есть, есть такое определение, как бы, зависимого поведения или аддикции, да, то есть это навязчивое, патологическое желание к повторению какой-либо деятельности, мы сейчас говорим про нехимические зависимости, про ненаркомании, каких-то действий, которые приводят к ухудшению моего медицинского, социального или психологического состояния. То есть, человек как бы знает, что ему это ничего не даёт, но, тем не менее, у него присутствует какая-то вот эта болезненная театра. Ну вот смотрите, в отношениях и вместе плохо, и порознь плохо бывает. Это аддикция, это аддикция, да. То есть, любая аддикция, да, вот я сейчас как бы завершу начатую мысль, то есть, соответственно, при любовной аддикции есть желание, как бы, повторение явно каких-то деструктивных отношений, которые уже пришли к тому пониманию, что вместе не получается. Но, тем не менее, человек по-прежнему, как мотылёк на свет, на огонёк, горит и так далее, точнее, летит и так далее, не может остановиться. Вот. Если человек уходит, наконец-то, кто-то кому-то даёт свободу, да, то есть, у алкоголиков и наркоманов есть понятие абстиненции, ломки. То есть, человек уходит, и его начинает фактически, это эквивалент абстиненции химической, человека начинает ломать, он начинает понимать, что там так было плохо, но, если он сейчас что-то возьмёт и изменит, и человек изменится, и ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, то все снова станет отлично, да, и человек возвращается. И эти люди опять как магнитами притягиваются для того, чтобы причинить себе еще немного боли, и затем они снова расходятся. Вот смотрите, вот по большому счету, я немножко сейчас как бы уеду в сторону, то есть вот многие книжки, которые вот эти вот, покетбук, которые продаются у нас на вокзалах или еще что-то, да, вот эти любовные женские истории, да, женщина открывает эту книжку, и что она в этой книжке видит? Да, вот это вот испепеляющее страдание, испепеляющая любовь, то есть когда герои, либо там как бы Тристана Изольда, или там Ромео и Джульетта, все кончится плохо. Вот, можно ли это назвать любовью, то есть соотношение, которое совершенно непонятно, как бы, к чему они в итоге-то ведут? Ну может быть там Ромео и Джульетта, может быть немножко зря, вот, хотя тоже немножко сложная для меня с точки зрения психологии, понимания, история. Но тем не менее, то есть как бы, вот, да, и мы читаем, и мы понимаем, что если человек, как бы главный герой, там, сделал что-то с собой, вот это была любовь, бросился с моста, упаси Господи. Любовь – это то чувство, которое должно давать стабильность, радость, желание жить, но никак не душевные муки. Я не говорю, что любовь обязательно это обоюдное, вот это, конечно, момент такой, как бы, имеет отношение не к зависимости. Бывает, любовь невзаимная, тогда действительно тяжело, тогда действительно это уже просто, как бы, сама настоящая любовь является, может быть, медицинской проблемой, когда надо спасать человека. То есть, ну, мы всегда думаем, что если мы любим, вот это как раз любовь и аддикта, если я люблю, меня обязан другой человек любить. Я найду того человека, который, или как моя женщина размышляет, вот часто мне приходится слышать эту фразу, я в поисках мужчины, который даст мне всё. Где такие мужчины? Вот в этих книгах они. То есть, вот немножко, наверное, извратили те же книги, телевидение, понятие о любви. Ну, хорошо. Или мы сами оправдываем свои страдания? Мы оправдываем страдания. Посмотрите, то есть в любовную аддикцию, то есть в любовную аддикцию, идёт человек, который обладает, ну, скажем так, изначальной невысокой самооценкой. То есть, это дети из семьи алкоголиков, взрослые дети, это ещё откуда-то. То есть, это эмоционально репрессированные люди, которые не верят в то, что их есть за что-то любить, за что их любить. И они прекрасно каждый раз, точнее, тестируют эту реальность и каждый раз подвергают человека сомнений. Докажи свою любовь. Боже мой, как её можно доказывать? Это первый момент. То есть, требуют от человека, да? Ну, конечно, конечно. То есть, это постоянное вот это вот аддикт, один пытается другого проработить, любовный, будь мне ближе ещё. То есть, как бы, любовная, да ещё раз так вот, любовная аддикция, это тогда, когда человек наделяет своего партнёра какими-то своими фантазийными представлениями о нём, которым тот рядом не соответствует. И пытается его в течение вот этих всех отношений каким-то образом подстроить. Тот второй, которого ещё иногда называют аддикт избегания, тот начинает понимать, что его начинает слишком сильно гнуть. И в этот момент, когда он понимает, что страх интимности, близости, имеется в виду эмоциональный, да, присутствует у обоих. И как только второго прижимают слишком близко к себе, взлюблю, любви много слишком, вот, то второй начинает сразу избегать. Как только второй начинает избегать, у этого появляется ощущение того, что того надо догнать и прижать себе ещё больше. Тот какое-то время даёт возможность прижать, да, потом понимает, что его... И вот эта вот бальная система, колебания, да, то есть она, ну, по сути, всю жизнь занимает этих людей. А вот те люди, которые любят по-настоящему друг друга, могут ли они уйти друг от друга, расстаться? Да. Вот как ни странно, как ни странно, большинство, ну, скажем так, пособие... Это не так болезненно? Это болезненно всегда. Но человек, который любит, и если он понимает, что по-настоящему любит, он понимает, что другой человек его разлюбил, или каким-то образом эти отношения пришли к логическому завершению, найдёт в себе силы отпустить другого человека и не превращать это в трагедию, или вот в эти вот опять зависимо-созависимые отношения, которые вымотают обоих. Тут здесь, наверное, речь ещё идёт и о воспитании, о моральных каких-то принципах. Это, безусловно, имеет значение, поскольку именно в семье нам передают все основные конструкты родительствования, семейственности и так далее. Это, безусловно, то есть, нас программирует, что... Вот послушайте, просто что мы слышим про любовь, наши дети слышат любовь, да? Любовь зла, полюбишь и козла. Это девочки объясняют, что как бы ничего хорошего особо не жди, да, потому что вот папа твой, ну, не сильно повезло. Кто... возникает логичный вопрос. Мама, ты куда смотрела? Потом, соответственно, девочки что говорят, да? То есть, бьёт, значит, любит. Ну, это просто сверхморазм, на мой взгляд. Да какое доказательство любви здесь? Что человек, другого человека готов убить или избить до, не знаю, какого-то состояния? Где здесь любовь? А девочки вкладывают в то, что как бы ничего хорошего не будет, всё равно от него ничего не жди, по матросе ты бросишь. То есть, ничего такого-то как бы. Вот это вот конструкты, которые передаются не здоровые в их отношениях, а именно вот такие вот. Мы можем это брать на вооружение, да? Мы можем как бы это и отринуть. Но чаще всего происходит так, что мы это всё-таки берём. Случайно. Случайно, как бы, да? Потому что, как бы, вот, потом мы скажем, мама была права, или папа мне вот это говорил. А потому что мы найдём именно такого, наверное, да? Да, скорее всего. Потому что на хороших мы не обратим внимания и не поверим. В своё время, да. То есть, у нас формируется определённый вот этот вот когорт выбора, да? Как если мама вот говорить надо вот так, так, так. И тем более, мама же показывает девочке, каким образом строить отношения с папой. Ну, вот просто вот моя тема, как бы, ну, как любимая научная тема, семей больных алкоголизмом. Женщина эксплуатирует мужчину, по сути дела. Вот он пьёт, в общем-то, если бы он не пил, с ним непонятно, что делать. А что девочка в таких семьях видит? Ну, пусть на меня никто не обижается. Что девочка видит? Девочка видит, что мужчина, вместо того, чтобы попросить у него, скажи, что ты меня любишь, что я хороший, да? Надо просто его мягко проэксплуатировать. Сначала в запой, потом из запоя спасти, и потом он ёлку вынесет. Это созависимое поведение. Созависимое поведение рассмотрится как одна из разновидностей аддиктивного любовного поведения. И девочка знает, что, как бы, самый хороший мужчина, да, это виноватый мужчина. Есть такая пословица. Счастливый брак, формула счастливого брака, она красивая, он виноватый. А вот скажите, наши телезрители сейчас, чтобы поняли, в каких они отношениях находятся, вот на контрасте, может быть, определение именно любви и аддикции, вот чтобы как-то это было больше понятно в сравнении? Может быть, какие-то... Ну, очень просто. Любовь и аддикция, вот прям таблица, как на лекции. То есть, очень просто. Любовь, аддикция. Любовь – это плюс, аддикция – это минус. Ну, хорошо, а плюсы любви какие? Любовь, это, я ещё раз подключу, это открытость отношений. Открытость системы. Есть такое понятие, как граница семьи. То есть, вот, как бы люди, замкнувшись друг на друга, да, и не выходят, и не выносят в ссоры за избы, мы можем легко предположить, что там какие-то, ну, не обязательно аддиктивные отношения, но какие-то не очень дисфункциональные семья. Семья не выносит что-то. То есть, семья, в которой есть любовь, это открытая система, открытые границы, она обращена наружу. У каждого человека, соответственно, вторая замкнута на себя – это закрытая система аддиктивная, коаддиктивная. Второе. То есть, личностный рост, развитие, хобби, увлечение, поддержка – это в случае любви. Человек хочет, чтобы ему, его партнёру было хорошо. Да, он способен меняться сам. Второй момент. Мы закрыты, мы в лучшем случае читаем книгу на двоих, никому не нравится. Вот, мы плюёмся, я готовлю один салат 20 лет, ты его 20 лет еешь, через 20 лет мы узнаем, что ты не любишь этот салат, а я стою на два часа, чтобы его приготовить раньше, чтобы сделать тебе хорошо. Вот, соответственно, личностный рост, он тоже как бы не приветствуется. Вот, следующий момент. Следующий момент. Границы личности. Границы личности. Это очень важный момент. Это способность сказать партнёру, вот, что мне нравится и что мне не нравится. То есть, сказать волшебнейшее слово «нет». Я это не хочу, мне это не нравится, я не хочу жить по твоим правилам. Вот в здоровых семьях, где есть любовь, это правило работает, да, и люди любят друг друга, с уважением друг к другу относятся. И если мне что-то не нравится, я говорю «нет, это нормально». Аддиктивная семья. Там этого рядом нет. Граница женщины, чаще всего женщины, она полностью, бывает и мужчина, но чаще женщины, она полностью размыта. То есть, а мужчина расширяет вот эту экспансию и захват её территории. Слово «нет», там его нет. То есть, женщина пытается полностью выполнять, ну, как бы, обслуживать супруга. Она боится быть брошенной. Вот этот страх быть брошенной, вот эта низкая самооценка, что меня обязательно бросят, ну, вы знаете прекрасно, что если я чего-то сильно боюсь, это, к сожалению, и происходит. Вот этот момент, да. Вот, дальше, ещё один момент, вот, как бы, люди, которые входят в отношения, да, вот, есть такая красивая история, миф, про эти половинки, которые там, кентавы, кого-то там разделили, гуляют, две половинки по миру, неполноценные, да, вот тут голова, а тут задняя часть, круп. Вот, и они когда-то должны встретиться обязательно. Очень красивая история. Но она подразумевает вот что. То есть, образование, мы дядны по своей природе, мы ищем пару, это правильно. Люди, которые в паре, они живут дольше, они счастливее, и так, ну, это в хороших отношениях, где любовь есть, вот. А теперь представьте себе, что, как, вот, к чему этот миф призывает. То есть, две никаких неполноценности ходят, ходят, ходят. Соединились – не то, не получилось. Посоединились с другим – тоже не то. Третий – не то, четвёртый – не то. Да нет, ребят, здесь всё очень просто. То есть, никаких половинок нет. Личность хорошая, здоровая, которая способна любить, которая способна формировать хорошие, зрелые отношения, и производить здоровое, безусловно, потомство, да, то есть, это полноценные личности. Это единицы, это не какая-то там одна-вторая, упаси Господи. Это полноценные личности, и, как бы, ну, наверное, структура брачных, идеальных брачных отношений, да, это вот мне один знакомый в своё время привёл этот пример, и мне очень понравился, что единицы – вот это символ семьи. Здоровых, где есть любовь, единицы. То есть, туда входят две единицы полноценные, которые множатся друг на друга. Один умножить на один – это даёт Е1. Один. Не половинки какие-то друг на друга множатся, которые могут не совпадать, или ещё что-то. А эта единица, она остаётся единицей. Единицей абсолютно полноценной, где люди являются и остаётся самодостаточными. А вот что делать тем, кто, может быть, надеется из-за аддикции, может быть, сказать лишний раз «нет», начать как-то правильно себя вести не получится, да? Вот здесь всё-таки, здесь очень, как бы, такой момент сложный. Дело в том, что человек, который, ну, запрограммирован жёстко на вот эти вот аддиктивные отношения, их, слава богу, не так много, но есть. И это вот порой просто поражает воображение, потому что это люди не глупые, явно. То есть это люди, имеющие глаза, и они способны видеть и слышать, что происходит. Они способны прислушиваться к мнению окружающих, да? Ну, как любой человек, обладающий сверхценной идеей, который порабощает мозг, а это действует на какую-то секунду, да? Ну, вот. Просто вот слово, вот сейчас оно мне вылетело из головы. Любовь с самопожертвованием. Ну, вот когда я жертвую собой, вот, жертвенная любовь, ну, это просто вот звучит, я жертвую ради него. Ну, это звучит просто кошмарно. То есть, а где ты-то есть? То есть человек должен обрести себя, прежде всего. Да, он должен получить свои границы. Это умеют делать психологи, психиатры, психотерапевты. Да, человек должен научиться отстаивать свое мнение и говорить, что в отношениях я не хочу занимать какую-то там угловую маргинальную роль. То есть я хочу быть на равных отношениях, когда мы обсуждаем, когда мы живем вдвоем. Ну, соответственно, став уже единицей, наверняка он найдет такую же... Когда человеку и станет единицей, вы понимаете, вот как бы подобное притягивает подобное. Это же всем известно. Спасибо вам, Алексей Владимирович. Пожалуйста. Я думаю, что сегодняшняя лекция поможет многим обрести себя и свою любовь. Это была программа «Городские встречи». Смотрите нас в эфире или на нашем официальном сайте город62.тв. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова